Это программа СИЮН в студии Любовь Пермякова. Её талант уже не раз оценили жители Ненецкого округа и других российских городов. А сейчас она покорила Францию. У нас в гостях талантливая ученица школы искусств посёлка Искатели Арина Дьянова. Ариша, здравствуйте. Вы сегодня пришли к нам не одна, а со своей мамой Ириной Юрьевной. Ирина Юрьевна, вам хотелось сказать спасибо за такую талантливую дочь, что вы подарили нашему округу. Скажите, пожалуйста, когда вы обнаружили талант Арины? Как только Ариша родилась, она сразу громко закричала и потом очень много плакала. Тогда наша семья решила, раз кричать-то мастерица, значит, будет она певица. И с трёх лет она уже начала петь. Первые её песенки были в основном русские народные, и частушки она любила петь. И первые её особенности музыкальные заметила педагог в садике, музыкальный работник Степанова Светлана Анатольевна. Тогда мы ещё жили в Нижегородской области, в село Дивеево. И она пригласила её сразу с пяти лет поступить в нулевой класс детской музыкальной школы искусств, где Ариша начала учиться музыке и занималась ещё в фольклорном коллективе печки-лавочки, где научилась не только петь, но и играть на ложках. Арина у нас победительница многих конкурсов. Я посмотрела ваше портфолио. Я не знаю, сколько здесь страниц. Можешь только сравниться с книгой «Война и мир». Очень много наград, побед в разных конкурсах. Скажите, вот вы нам принесли список, в каких конкурсах она выиграла за 2013-2015 годы. Да можете несколько перечислить? Сначала я хотела сказать, что первый самый конкурс, где Ариша стала лауреатом, это было в городе Чебоксары на крыльях таланта. Ей тогда было всего 9 лет. И она стала лауреатом конкурса номинации «Вокал» и дипломантом в номинации «Фортепиано». И вот этот конкурс дал ей такой старт. И когда мы уже приехали в Наринмар в 2013 году, в воле судьбы сюда вернулись, я родом отсюда. И здесь она продолжила заниматься музыкой. Сейчас она учится в детском музыкальной школе искусств и занимается в образцовом коллективе «Травушка». И вот за эти 2013-2015 годы у неё было очень много разных конкурсов. Вот я вам хочу разочитать конкурс «Хрустальный колокольчик», лауреат конкурса «Хрустальный колокольчик», Всероссийского конкурса «Детей государственных муниципальных служащих «Хрустальные звёздочки», лауреат международных конкурсов «Снова цветут каштаны в городе Киеве», «Очарование богемии в городе Прага». И вот сейчас в последнем конкурсе Марселя. Об этом расскажешь. Вот как раз хотела нашим зрителям пояснить, что Арина недавно вернулась с конкурса, который проходил в Марселе «Россия – Европа молодая». Ты выступила в двух номинациях. Вот расскажи поподробнее, в каких номинациях. Я выступала в двух номинациях «Народный вокал» и «Фортепиано». В «Фортепиано» было очень много сильных участников. Просто как бы их можно уже было сравнить с мастерами своего дела. Я играла, и вот именно на «Фортепиано» как-то у меня вот боязнь была такая немножечко играть. А вот «Народный вокал», он в наше время как бы редкий очень. И вот там была одна девочка и я. И вот «Народный вокал» мне как-то было легче, я раскрепостилась. У меня вот веселье начало во мне просто захлёстывать, играть. И я как бы так получила, что заняла первое место по вокалу, а второе по «Фортепиано». Но ты с волнением справилась, да? Я, да, постаралась справиться. Как бы это мой уже не первый конкурс. И вот когда входишь на сцену, смотришь на публику, которая улыбается тебе, и тогда вот становится намного легче петь. И вот, и всё. И я себя чувствую вот как рыба в воде на сцене. Мне очень нравится. Ариша, ну вот это твой не первый конкурс. Вот как ты попала на него? Перед этим был какой-то отборочный тур? Это было ещё в 2014 году. Мы записывали видео с Бархатовой Натальей Кирилловной, с моим педагогом по «Фортепиано». Записывали видео, как я играла на «Фортепиано» и пела. Вот. И мы отправляли эти два видео в Москву. В Москве меня оценили на лауреата третьей степени. И уже вот это видео, и вот моё третье место отправили во Францию. И уже во Франции меня как бы с третьим местом пригласили. И я туда попала. Я вот прочитала на сайте школы искусств, что можно было и выбирать страну, да? Или можно было? Да, да, да. А почему Франция именно выбрала? Ну, я как бы с детства очень не нравилась Франция, и сейчас мне нравится эта страна. Как бы мечта у меня была такая, что во Франции у меня стал выбор между Барселоной и Францией, Марселем. Я выбрала Францию, потому что как бы и в иной раз я поняла, что мечты сбываются, и всё получилось. Ариша, а своё будущее ты планируешь связать с музыкой, с народным пением? Своё будущее, да. Я планирую связать с музыкой. Наверное, скорее всего, буду учиться в музыкальном институте. И вот не знаю, пока буду учителем в музыкальной школе, или именно певицей, вот сольной, или играть на фортепиано тоже сольно, пока ещё не определилась. Какие-то ближайшие конкурсы у тебя есть в планах? Ближайших конкурсов в планах пока нет. В марте, вот если только мы поедем с Натальей Кирилловной, с большой, очень объёмной программой в город Архангельск. Там уже такой более серьёзный конкурс. И в декабре мы собираемся с детским хором России, тысячным хором России в Москву. Это была программа «Сиён». У нас в гостях была талантливая ученица школы искусств посёлка Искатели Арина Дьянова. И я хочу, чтобы наша программа закончилась песней. Как в лесу, лесу зелёном, где растут дубы, Собирала на поляне девушка грибы. Набрала грибов и надо ей домой идти, А тропинку нелегко найти. То полежник, то седы и кочки, Их трава густая. И грибы, грибы, грибочки, И грибы, грибы, грибочки, И калина, и малина, Ягода, 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 ягода лесная. Позвала людей девчонка и на этот крик Вышел парень синеглазый молодой лесенник. Помогу, сказал он, коли надо провожу, По дороге лет я покажу И валежник, и седы, и кочки, и траву густую. И грибы, грибы, грибочки, И грибы, грибы, грибочки, И калину, и малину, Ягоду, 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 ягоду лесную. За орехами ходили много раз вдвоем, А потом сыграли свадьбу, Свадьбу всем селом. И пошли, сыночки, дочки, просто благодать, Как грибочки стигнется считать. А во всем, наверное, виновата Осень золотая. Сыроишки и маслята, Грузди, рыжики опята, И лисички, и волнушки, И веселые краснушки, Неказистые сморщики, Старички, баровички, Земляника, и черника, и брусника, и жевика, И калина, и малина, Ягода, 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 ягода лесная. Вот так.